Привет! Я Лиза. Хочу перед вами отчитаться по прошедшему мероприятию и чуть-чуть оправдаться, и чуть-чуть сказать спасибо. В общем, все по порядку. Как знают многие зрители моего канала, 23 апреля, а именно сегодня, в этот раз я посмотрю Нина невидимый календарь, именно сегодня с 12 часов до 14 планировалось небольшое мероприятие, на котором на стенде Мам Купи в галерее я буду торговать своим мерчом, попутно фотографируюсь и поставляю в прописи, делая там, не знаю, танцевать и шутить, но на самом деле такого не было. Нет, я была там, нет, я была, погодите. Я была в галерее, но произошло то, чего я по своей глупости и неорганизованности не ожидала. Пришло очень много людей. И из-за того, что пришло очень много людей, администрация галереи и именно той самой ярмарки, на которой находился стенд, на котором должна была быть я, начали на нас мандеть и просить, чтобы сворачивайте свою промоакцию, почему не согласовано. Я понимаю, прекрасно галерея. Они потом написали такие, типа, ну если бы вы нам сказали, что вот придет человек, давайте мы вам дадим сцену. Вы все сделаете, я такая, господи, какая сцена. Я не ожидала, что в Санкт-Петербурге есть так много людей, которые на меня подписаны, которые за мной следят, смотрят, и что придет так много народу ради кого-то. Я не ожидала, честно. И осталось много людей, которые не успели со мной сфотографироваться, не успели что-то сделать, ну смогли только что-то купить. И мне очень стыдно. Я с радостью, когда увидела много народу, я такая, ну я постою здесь не с 12 до 2, а с 12 до промежутка времени, когда со всеми смогу отфоткаться и там как-то немножко мимолетно перекинуться словами и прочее. Но у меня просто не было возможности. Нас, я думала, ну хорошо, я выйду на улицу, я вышла на улицу, но там не вариант был, было очень много народу вокруг меня, в галерее. И я просто чисто физически не смогла бы, тупая, тупая неорганизованность, вот что. Но, абстрагируясь от тупой херни, тот момент, когда, в тот момент, когда было много народу, я подходила к галереи, я такая, не к галереи, господи, я подходила к стенду в галереи, я такая, типа, ой, там, наверное, что-то раздают, что-то бесплатное. Нет, большая толпа людей, это были люди, которые пришли ко мне и... Это очень приятно, здорово, это так греет душу, господи, я популярная. Я могу маме теперь фотографии показывать и говорить, это я. Или могу, например, показывать видос, где я очень ловко ловлю кружку. Я очень ловкий человек. Огромное спасибо вам, друзья, за то, что пришли. Огромное спасибо за то, что на самом деле, на самом-то деле, администрация галереи могла нас бы и не выгонять, потому что никто не шумел, никто не толкался, все было более-менее мирно, люди по очереди подходили ко мне, люди по очереди фотографировались, я кому-то расписывалась, что-то делала, но у остальных, к сожалению, не удалось там со мной как-то что-то сделать. Сорян. Пожалуйста. Ну, все равно там так прикольно, там так много народу, это так весело и здорово. Хочу вам сказать, друзья, 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 хочу вам сказать, что если вы не живете в Санкт-Петербурге, вы все равно можете приобрести сувенирную продукцию с моими принтами. Доставка идет в любой город России, вообще везде, все, везде можете купить, доставочка будет, и все здорово. Также, если вы хотите все-таки увидеться со мною, и чтобы я вам где-то расписалась, более санкционированное мероприятие, более организованное будет на стенде Витфеста. На Витфесте 27 мая будет стенд Мам Купи, на котором будет моя продукция. Мы планировали, что эта продукция будет, ну, на пару месяцев до Витфеста не дотянет, но решили, что раз так много людей хотят что-то, то будет больше открыточек, я на них смогу расписываться, и все это будет более узаконено, так сказать. Если же вы не хотите ждать Витфеста, но хотите купить, и вы в Петербурге, то в той же галерее на том же стенде Мам Купи, на ярмарочках можно будет купить. Потому что сегодня, насколько я знаю, открыточки кончились. Но если вы житель Петербурга, меня там не будет, но вы можете прийти в любой день до конца апреля на эту ярмарку и купить мою сувенирную продукцию. Замечательные принты, которые, например... Ну, у меня тут вообще коробка собрана, поэтому не хочу лезть туда. Не хочу. Ну, типа, ну хотите, вот я вам коробку покажу. Знаете, что в нее, господи? Бутылка. Пустая бутылка из-под пива. Ох, это такая... Это лиска. Глупая лиска. Не закрываемся. Что? Повторно хочу принести извинения перед всеми людьми, которые ехали ради меня, но не смогли увидеть. К сожалению, так получилось. Извините, не ожидала. Не ожидала, что у меня так много зрителей, которым не лень встать с дивана. Вот мне, например, лень. Я как бы позиционирую своего зрителя как себя. Мне лень смотреть некоторые видеоролики, а если еще куда-то тащиться, то вдвойне лень. Но мне очень приятно. Я надеюсь, что вы не сильно разочаровались. На Витфесте обязательно нагоним. Я знаю, многие пойдут на Витфест, поэтому пригоняйте. Есть инфа. Короче. Сделать еще футболочки. Но это вы только цсссс, никому не говорите. Мы с Дашей подумываем над тем, чтобы сделать футболки, и я надеюсь, они будут. Так что, помимо этого, всем спасибо за то, что посмотрели этот видеоролик, большое спасибо всем, кто пришел, и еще раз третий юбилейный, ну третий раз, извините, кто не смог сфотографироваться, там на самом деле очень смешно было, я бегала и кричала Зырковская, где мой такси, я такая смешная, и потом с лицом приглашенной звезды уехала, но так вышло. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, комментируйте, покупайте мои кружки, я, конечно, не так бедна, как до этого дня, но типа вы теперь можете купить еще кружек. Даша сказала, что очень классно, классно, волшебно, покупайте открыточки и жду вас на Витфесте. Ну, или ребята, которые торгуют моей сувениркой, ждут вас в галерее. Пау. Я знаю, я могу как, типа, поднимаю, я могу просто уходить резко, внезапно, вот так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...